Народный интерес Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Сегодня у нас в студии работает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Васильевич Крупнов. Добрый день, Юрий Васильевич! Добрый день! Ну, Юрий Васильевич, давайте как раз с этого и начнём. Вот она, демография, миграция и региональное развитие. А так как передача «Народный интерес», то с точки зрения народного интереса. Что лично мне от миграции, от регионального развития и демографии? То есть, как я на себе, я имею в виду не себя лично, а любой человек, слушающий нас, как лично на себе он может ощутить всё это? Ну, надо чётко себе понимать, на сегодняшний момент в мире отработаны технологии так называемого этнополитического замещения и этнодемографического замещения. То есть, ситуация в целом, которая медленно происходит, например, в Российской Федерации, когда коренное население убывает, количество мигрантов растёт. И то же самое, что с беженцами сегодня с Украины, когда ведь задача тех, кто бомбёжками гонит людей на территорию Российской Федерации, это, с одной стороны, зачистить территорию юго-востока Украины, а с другой стороны, нагнать сюда население, да, оно наше родное и хорошее, но организовать у нас гуманитарную катастрофу. То есть, сегодня масса людей, их перемещение – это важнейшее геополитическое оружие, вообще надо это понимать. И это делается либо медленно, через замещающую миграцию, из года в год, понемножку, как бы незаметно, либо, как с беженцами, это сегодня делается буквально в течение недели, двух месяцев, там, полгода. И в этом плане мы же видим, что происходит на юго-востоке, весь этот геноцид, и ничего удивительного не будет в том, что, представьте, один, два, три миллиона беженцев, которые просто, особенно по отношению к регионам близким, к границе с нынешней, так называемой, Украиной, которые просто дестабилизируют всю ситуацию, как бы там кто что хотел, не хотел. То есть, в этом плане проблематика демографии миграции, она сегодня является ключевой. Ну и, наконец, если по-простому совсем, то для России на самом деле не существует никаких вопросов, кроме одного, это демографического. Ведь, если мы посмотрим, самые такие, скажем, средние полуоптимистические прогнозы говорят о том, что к концу столетия у нас будет не более 70-80 миллионов человек. Юрий Васильевич. Если все будет идти так, как идет сегодня. Юрий Васильевич, ну вот посмотрите, страна совершенно спокойно принимает у себя миллионы выходцев из Средней Азии, совершенно, и нас убеждают, что это хорошо, это правильно. А сейчас мы говорим, в то время, когда люди, выброшенные бедой, выброшенные войной, вытолкнутые сюда, в страну, мы говорим, что проблемы возникают новые. Нет ли здесь какого-то парадокса? Вы очень-очень правильно говорите, потому что, когда говорится о том, что якобы идет такая стихийная миграция стандартная, это не так, потому что, может быть, где-то в начале 90-х годов, сразу после развала СССР, были элементы стихийности, когда люди просто бежали. А сейчас уже существуют мощнейшие диаспоры, мощнейшие организационные штабы, в том числе криминальные, подпольные, некриминальные, политические, которые на самом деле осуществляют колоссальную организационную работу по стимулированию миграции. Ну, то есть надо свое войско расширять. И обратно то же самое, что на беженцах. Потому что, на самом деле, получается, что особо с беженцами никто не работает. В лучшем случае спасибо огромное нашим службам государственным, когда хоть людям дадут попить, куда-то поселят временно и так далее. Но это не то же самое, что серьезность, перспективы, расселять, давать, так сказать, надежду на какое-то нормальное житье и так далее. То есть вот я прочитал, знаю деятельность фонда святителя Василия Великого, который сейчас организует всероссийскую такую линию помощи беженцам, то есть негосударственная система. И я уверен, что это будет очень хорошая система и очень помогут. Но не может же один благотворительный фонд вытащить эту всю ситуацию, понимаете? А у диаспор их сотни таких фондов. Причем, как правило, они почти все не выявленные, такие утеневые, серые схемы и так далее. Но это специально организуемый механизм. Поэтому вы правильно очень отметили то, что у дураков все происходит как бы само собой, а у умных все это происходит организованно и с прицелом на десятилетия вперед. Ну, здесь, мне кажется, еще один момент, который не озвучивается, как-то не артикулируется. Но приезжают люди с надломленной психикой. Приезжают люди, потерпевшие катастрофу, на самом деле, психологическую катастрофу. Мало того, что там имущество, но все это такая ерунда. Все эти бакулки – это ерунда. А самое главное – рушится все, рушится жизнь, рушатся убеждения. Сначала они хватаются еще за что-то, а потом понимают, что это обломки. И эти люди с надломленной психикой сейчас растворяются среди нас. Я готова всех принимать, всем помогать, но не сможет ли это очень негативно воздействовать на психологическую такую, на психическую ситуацию русского, российского народа? Ну, я с вами в одном бы только не согласился. В том плане, что мы-то якобы со здоровой психикой. На самом деле, вот мы минимум три месяца смотрим все эти ужасы, геноцид, смерти родных нам людей. И я не уверен, что у нас уже психика с вами нормальная. То есть я к тому, что на самом деле, это вы правильно говорите, это в том числе специально культивируемое, специально культивируемое через этот геноцид. Теми, кто поставил задачу зачистить территорию, собственно, постсоветскую территорию, зачистить и использовать для целей сырьевых захватов, для целей дестабилизации и геополитического контроля, в том числе под Кузьмите, Европе и так далее. Это можно тут долго и много рассуждать. Но смысл в том, что надо просто понимать, что это война. Просто надо это понять. То есть вы уже в состоянии войны. Конечно, конечно. И когда говорится, надо вводить войска, не вводить, что война придет, не придет. Это все разговоры, как минимум, неадекватные. А вообще-то они уже по большому счету являются преступными. Понимаете? Когда говорят, вот знаете, там воюют, и они тем самым вызывают бомбы на женщин и детей. Это ужас то, что мы видим. Но с другой стороны, это то же самое. На самом деле, без разницы, что говорить, знаете, вот там Гитлер бомбит Минск, надо его отдать, и все отдать, и сдать ему Москву, Гитлеру. И тогда у нас мы избавимся от жертв. И будем пить баварское пиво. Вот примерно вот что-то такое. Потому что задача очень понятная. Впереди гонят беженцев, а дальше с каждым днем все более отмобилизовывается несчастная украинская армия, и это готовая совершенно армия, которую погонят, такая наемная армия и так далее. Вы знаете, вот когда 2 мая трагедия произошла, в общем-то это даже не трагедия, а по сути такую организованную ритуальную убийцу, запланированная, да, массовая, абсолютно, так сказать, какая-то верхняя степень нацизма по отношению к людям. Знаете, ведь что меня больше всего поразило? То есть это вот не придумаешь, ведь это же все происходило на Куликовом поле. А на самом деле это так и есть. Ведь что такое, ведь наш великий мыслитель Вадим Валерьянович Кожунов, он прекрасно показал, что ведь что такое Куликово поле? Это не абстрактные татары-монголы, это совершенно конкретные Мамай с Крыма, между прочим. И основная сила-то у Мамая боевая, так сказать, кто были, генуэзцы, фрезины, фрезины, как их называли. То есть это чисто западно-католический проект, Мамай, отколовшийся от Орды, и, по сути, это была попытка после того, как это же 1380-е, а мы помним, 1204 год, когда была захвачена Византия крестоносцами, которые разграбили ее полностью, хуже любых турок и так далее. То есть в этом смысле надо понимать вот это символическое, казалось бы, совпадение Куликового поля, а мы на самом деле, мы на Куликовом поле, мы уже там. Другое дело, что если ты этого не понимаешь, не соображаешь, и так далее, но если ты не видишь, что на тебя танк движется, и сейчас гусениц передали, то это не значит, что он не движется. Это значит, что ты ничего не видишь просто, и ты оболванен в том числе, и так далее. Поэтому, конечно, на мой взгляд, вот то, что мы говорим, беженцы, вот это как бы такая миграционно-гуманитарно-катастрофическая проблематика, это элемент военной технологии. Вот как фашисты гнали население впереди своих солдат. На минные поля, сначала. На минные поля и так далее. Вот так же ходят беженцев. И это мало. Нужно реально по всем планам. К осени армия будет отмобилизована. Вся болтовня наших записных пропагандистов о том, что там Украина развалится от экономики и так далее, да ее накормят. Что значит она развалится? Ее накормят и напоят, и вооружат эту армию. Мы уже видим огромное количество наемников прекрасно экипированных, которые входят в Славянск и так далее. Поэтому вопрос, да, очень конкретный. Это то, что есть беженцы, как живую силу гонят, и нас сводят с ума и беженцев, и, так сказать, просто обременение социально-экономической санкции. Вот то, что закон сейчас, который... Два чтения прошел. Два чтения прошел, проходит третий акт о предотвращении агрессии страны России. Это в Соединенных Штатах. Да, в Соединенных Штатах Америки, где четко прописано, что будут душить по всем пунктам, давать деньги госсекретарю для того, чтобы он проводил, так сказать, несанкционированные акции и так далее, укреплять НАТО, прежде всего Грузию, Молдавию, как вместе сегодня с Украиной, это оплоты антироссийские и так далее. Поэтому, понимаете, мы находимся в ситуации, еще раз повторяю, когда все эти разговоры досужие о том, что там завтра все само развалится, и мы увидим, как вот эти укры, тоже, кстати, мне не нравятся все эти оскорбители, мне это не нравится, мне кажется, нам нельзя опускаться до этого, потому что это наши родные люди и так далее. Вот все эти разговоры, они на самом деле приближают момент, когда бомбить будут Москву, когда, соответственно, мы окажемся в точно такой же ситуации, как Славянск, просто в точно такой же, понимаете? И в этом плане вопрос сегодня стоит напрямую, кто с кем за кого и так далее. Поэтому либо мы сегодня понимаем, что это состояние войны, что от войны не убежишь, она уже вся внутри тебя, около тебя, рядом с тобой, вокруг тебя и так далее. А в войне надо воевать. Это причем не значит, что надо вводить войска. Ведь это же, когда беженцев на тебя гонят, это же не значит, что это вводят войска, но это же действует. Когда тебе санкции со всех сторон отрезают кредиты, технологии, кооперацию и так далее. Это же тоже не война в том смысле, что вводят танки. Но это же действует убойно, когда арестовывают твои активы, так сказать, за границей, наворованные у ряда олигархов и прочее. Это же тоже, поэтому вопрос войны, это не вопрос, сейчас танками идем до Киева. Тот, кто опять нам подсовывает эту псевдо, так сказать, альтернативу идти танками там сегодня, не идти, да, это враги России. Мы в состоянии войны, но есть масса инструментариев. Знаете, какая главная ведь проблема этой войны? Ведь самое страшное, это не танки, даже не беженцы, не санкции американцев, ничего, не ядерное оружие. Самое страшное, это то, что за 25 лет мы своей невнятной, а точнее неолиберальной моделью, мы потеряли украинское население молодое. Потому что они говорят, ну, вы нам какой-то неолиберал, да и мы в Европу тоже. Вы в Европу, мы в Европу. Чего от нас хотите? Вы хотите, чтобы мы с вами пошли в Европу, да, уважаемая Москва, а зачем? Ну, давайте по отдельности там встретимся, обнимемся в Европе, где-нибудь на Эльбе и так далее. Поэтому самое главное, это идеологическая катастрофа. Мы потеряли, мы потеряли. Ведь сегодня, что бы ни произошло, вот завтра Порошенко попросят Владимира Владимировича, так сказать, заменить его на посту президента Украины, условно, представим себе невероятную ситуацию. А что мы будем делать с этими оболваненными людьми, которые уже в состоянии огромной, там небольшое число, но они жестко идеологизированы в нацизм. А огромное количество там, допустим, западно, по сути, католического и так далее влияния, где люди ненавидят Россию и всю русскую, русскую цивилизацию. Что мы с этим будем делать? Это же не вопрос танков. Это вопрос гораздо сложнее. Это вопрос на порядке, это вопрос идентичности, это вопрос констанентального оружия, то есть оружия поражающего сознания. Это вопрос совершенно другой смены нашей собственной позиции, я имею в виду в целом как страну. Потому что если мы будем дальше продолжать обезьяничать под Запад, то мы потеряем не только Украину, потеряем Россию окончательно, и в этом ключевая проблема. Поэтому идёт война, но главная война – это война за сознание и сердца людей. Ну, я так понимаю, что вооружённые действия – это уже заключительный этап информационной войны. Сначала готовится сознание, потом уже всё остальное, добивание. Конечно. И в конце концов это отдельно, не здесь его обсуждать вопрос применения вооружённых сил, либо, если хотите, диверсионно, так сказать, специальные акции, операции и так далее. Это не здесь обсуждать, не для этого, но это один из инструментов, который нужно применять очень точечно, очень под задачу и очень аккуратно, потому что каждое неправильное действие, опять же, будет ещё больше восстанавливать украинскую молодёжь против нас, потому что они-то это будут воспринимать однозначно, по-другому, что это мы нападаем. Поэтому вопрос войны и воевания – это не вопрос какой-то глупой агрессии, которую нам подсовывают. Вот не надо водить танки, не водить. Выступают против воды, чёрные или белые. Нам нужно, нужно, прежде всего, понимая, что мы в войне, создавать ставку у Верховного главнокомандования, основной упор делать на идеологию, и нам самим надо меняться, всем. О, очень хорошо то, что вы сказали. Вот вы напомнили о том, что два чтения уже прошёл в Соединённых Штатах, проект закона, находящийся на рассмотрении Конгресса, и сказали об идеологии. И вот там закон действительно очень большой, очень такой. Очень конкретный, кстати. Очень конкретный. Он большой. По существу всё. Всё по существу. Без болтовни. Так вот, смотрите, вот смотрим. Пункт 204. Ограничение доступа Российской Федерации к нефтяным и газовым технологиям Соединённых Штатов. С этим всё ясно. Понятно, что это материальное. Нет, прошу прощения, вот смотрите, мы сейчас воюем с Арктикой и так далее, это здорово, я 15 лет про это писал и так далее, но мы сейчас уже в таком развале технологическом, что мы эти шельфы арктические сегодня не способны без Америки начинать разрабатывать. Вот и всё. А дальше, вот рядом такой очень сильный экономический блок, очень сильные экономические действия. А дальше, поддержка российской демократии и организации гражданского общества. То есть, как бы нам тяжело, я их имею в виду, но мы будем поддерживать, мы будем развивать демократию, ну, чем развитие демократии закончилось в ряде стран, в Югославии и в других, мы уже знаем. А дальше, укрепление Украины и других европейских и евразийских государств против российской агрессии. Пункт, это раздел третий, огромный раздел, вот как раз по этому. И пункт 301, военная помощь для Украины. Вот всё сказано. Ну, здесь много ещё. Будут накачивать армию, армию отмобилизуют, армию обновят, оружием, по крайней мере, старосоветским, её последних модификаций накачают и так далее. Просто надо понимать, надо понимать, что у нас 2-3 месяца и будет горячая война. Вот это вот просто вещь. И сегодня все попытки вот от этого уйти, устранить и сознание, и то мысли. Закрыть глаза, спрятать голову в песок. Закрыть глаза, спрятать голову и потрепаться. И по телевизору с утра до вечера уже болтовня, это надоело, так сказать, всех этих проваливших, всё записных этих, так называемых, политологов, депутатов и так далее. Просто всё провалили, что можно, всё, всё сдали. И стоят, болтают и так далее, и упражняются. Я ещё раз повторяю, на мой взгляд, в оскорблении нас, России, вот этом бесконечном укры, пережёвывании. Вообще нельзя так говорить. Там Украина, она такая, там дурная. Да как мы можем оскорблять? Так вообще, мы разве на этом сможем возвыситься? Это если мы помним, что Киев – мать российских городов, это мы всё равно, что говорим, мать, у тебя дура. Конечно. Вот нельзя. Абсолютно правильно. Есть какие-то вещи, которые нельзя делать. Главное, надо возвышаться за счёт своего адекватного действия в интересах России и в народном интересе, как замечательно ваша передача называется, а не через унижение других. Да, молодёжь в огромном количестве оболванен на Украине. Да, она фашизирована, она нациизирована, потому что национализм самое лёгкое, самое дешёвое, если хотите, по затратам с точки зрения мобилизации и идеологии. Взяв, что ты Uber Alice, так сказать, и прочее, ты вперёд, ты выше всех, ты суперчеловек и так далее. Самое простое, стоит дешевле всего туда накачать. Да, это всё ужасно, это ненавистно, и нужно это расфашизацию, разноцизацию сознания проводить, но нельзя оскорблять людей. Правильно, я согласна абсолютно. Вы знаете, опять я к экономике, потому что, ну как, политика это концентрированное выражение экономики, да? Никуда не денешься, классик прав. Так вот, разрешается, я опять говорю о законе, который находится на рассмотрении Конгресса США, вот уже третье чтение, вот-вот будет. Так вот, разрешается выделение на госсекретаря 50 миллионов долларов для каждого финансового года для целей осуществления плана президента. То есть, именно конкретно этого плана, который называется по предотвращению агрессии со стороны России. Такая небольшая заначка, так, чтобы раздавать, можно было вообще не отчитываясь, так, с карманов доставать. Да, но при этом еще существуют колоссальные бюджетные расходы. А это вот эти самые булочки, которые Нуланд раздавала на этом самом... Да, но главное, это знаете, какая статья реального расхода идет по двум направлениям. Первое направление – это ЧВК, частная военная компания, потому что ведь формально как, какой-нибудь Коломойский там, он на свои деньги якобы, там опять откуда он их взял, да, он якобы нанимает там, скажем, 10 тысяч человек вот этих самых вооруженных людей для охраны груза, там, транспортировки, там, каких-то ценных гуманитарной помощи и так далее. Ну, а это 10 тысяч головорезов, которые хуже любой армии и так далее, так? Это вот эти ЧВК, это вот частная военная компания, это главная статья расходов, которая прямо или косвенно, она как бы так получает, что вроде даже никакой тут нет вооруженной помощи и так далее. А вторая статья расходов – это системы контроля воздушного пространства, системы контроля за воздухами, спутниками, которые тоже, условно, на космос, на то, чтобы улучшать систему и безопасность движения авиации гражданской и так далее, тому подобное. Ставят вещи, они двойного назначения. То есть мы сейчас говорим, опять болтовня идёт, беспилотную зону вводить, не вводить, запрещать, бомбить, так сказать, не запрещать, уже стыдно просто всё это слушать, да? А уже, ребята, вы заткнитесь, потому что вы уже эту беспилотную зону не введёте, потому что там уже такой контроль воздушного пространства организован на всей этой территории, что она уже для вас введена, что вы уже иллюзию строите, что вы сейчас туда влетите и так далее. Как влетите, так и вылетите. Поэтому вот эти все как бы такие подспудные, подводные течения и прочее, прочее, это колоссальные деньги. И все, ещё раз повторяю разговор, что там Украина завтра развалится, что военные с Украиной… Вы знаете, это такое убаюхивание. Это хуже, это настолько опять просто дешёвко, понимаете, что вот там украинская армия, она там без ботинок, им есть нечего туда-сюда. Бабушки приносят пирожки. Понимаете, это просто вот когда Гитлера вскармливали и вскармливали те же американские банки, тот же интернациональный капитал, вскармливали для того, чтобы создать агрессора, понимаете, то в этом смысле и когда Чимберлен прилетел в Англию после известного, так сказать, умиротворения и говорил, что я привёз вам мир в Англию и так далее. Потом, когда через три года полетели бомбардировщики и Фау стали бомбить Великобританию, вот цена этим словам. Поэтому это тоже самое полная болтовня. Никто ничего не развалится, потому что всё, призы очень хорошие, загребён всю украинскую землю в прямом смысле, в том числе и чернозёмы, всё это распределим между своими бюргерами и фермерами и так далее. Все эти сланцевые, не сланцевые, неважно даже, там в деталях даже неинтересно, всё. И плюс супергеополитическое положение. Мы там кричали, помните, третий позиционный район, ПРО, Румыния, Польша, базы будут стоять в 50 километрах от Воронежа и в 100 километрах от Ростова. О чём мы говорим? Какие там третий позиционный район ПРО и больше опять бла-бла-бла и болтовня? Понимаете? И, кстати, опять это вопрос в том числе нашему генеральному штабу, нашим профессионалам. Понимаете? Вся эта, так сказать, попытка спрятать голову в песок, сидеть, пряча глаза и так далее, другое дело, что и профессионалов очень мало уже осталось, с кем реально вообще даже обсуждать это можно. Но мы сегодня полностью неадекватны, как страна, ситуации. Так. Ну, Юрий Васильевич, вы являетесь председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Без регионального развития, без улучшения демографии качества человека мы не можем решить ни одну проблему, в том числе и те геополитические проблемы, которые сейчас... Конечно, конечно. Вот они в полный рост стоят перед нами. Скажите, вот сейчас мне, правда, очень бы не хотелось, чтобы мы только ругали всё. Ну, вот проанализировать и, может быть, какие-то пути... Вы знаете, я на самом деле 99% своего времени трачу на проекты позитивные. У меня проекты есть. Я давно предлагал, например, и, соответственно, ведь задолго до этого, мы ещё 7 лет назад предлагали Ростовско-Донецкая агломерация сделать такой интерфейс. Помню, помню, мы с вами говорили. Харьковско-Белгородская интерфейс агломерация и так далее. Ведь Белгород-Харьков 80 километров, Донецк-Ростов там 250 километров и так далее. Мы должны были создавать полюса роста, чтобы работало что простое? Ой, а как они в Донецке-то хорошо живут. Ой, а как они в Харькове. А почему? Да они там с русскими, там с москалями так хорошо живут. А мы-то вот как живём и так далее. Хоть там при всей нашей болтовне про нацизм и прочее. Понимаете? Вот в чём вопрос. То же самое и Крым сегодня. Крым мы... Куда мы выплыли? В горную зону. Это что, развитие? Понимаете? Поэтому я-то как раз занимаюсь с утра до вечера проектами новой индустриализации, евразийского развития, по общий рынок Центральной Азии. Потому что я всё время кричу, что мы Украину все туда нас вовлекли, а мы теряем Центральную Азию и так далее. И в том числе, чтобы не инициировать сюда массу мигрантов, а чтобы создавать там производительные силы, поскольку трудоизбыточный регион. Наоборот, чтобы это работало на экономику России. Поэтому у меня-то проектное государство, проект главный. Там масса проектов, они абсолютно созидательные. Я никого ругать, кстати, я прошу прощения, это очень важный момент, очень кратко. Я как раз не хочу, я никого не ругаю, я уже это не ругань, я обвиняю. Потому что в состоянии войны, знаете, как говорится, в драке, в драке, да, обсуждать что-то, когда сейчас тебе по голове ударят или ещё хуже, по твоему близкому человеку. Я обвиняю, что в состоянии войны люди рассказывают сказки с утра до вечера, как кто только во что гораст и так далее. И нас отвлекают. А тем самым, когда нам уже в глаз дадут, понимаете, или, так сказать, к меску поднесут что-то, будет поздно. Поэтому я никого не ругаю. Всё, понятно, понятно. Юрий Васильевич, ну вот смотрите, Минфин сейчас заявил о том, что будет разрабатывать план развития, экономическое и социальное развитие на 5 лет. Что, ну, то есть вот такое проектирование, наконец-то, потому что раньше нам говорили, рынок всё расставит на свои места. Мы увидели эти места, мы увидели, как работает рынок. Очень правильно. Да, так вот. И вы эти места знаете, как говорил Черномырдин. Да, да, мы эти места знаем. Ну вот, уже разрабатывают этот план, что на пятилетку, что у нас будет. Ваша оценка вот такой деятельности? Есть надежда, что вот из того места, о котором мы сказали? Надежды нет, надежды нет. Надо чётко понимать, что либо сегодня президент осуществит жёсткую смену элит, потому что не могут те, которые 25 лет рассказывали нам о том, что рынок сам всё построит, о том, что, соответственно, нам нужно повышать свою инвестиционную привлекательность, как, прошу прощения, проститутки, так сказать, румянами щёки намазывать и так далее. Не могут эти люди ничего планировать. Вы можете понять, кто может планировать? Люди масштаба. Королёва Сергея Павловича, Курчатова, понимаете, Игоря Васильевича, Келдыша. То есть люди, у которых есть содержательные идеи. Ну какие идеи есть у наших вот либеральных экономистов? Ну скажите, ну кроме макроэкономики, снизить инфляцию, вот это всё, понимаете? Инвестиции. Да, вот эти инвестиции, вот эти вот инновации, инновации. То есть разговоры ни о чём, понимаете? Ведь всё очень предметно. Вот начиная с простого. У нас было 35-40% мирового рынка авиации, да? А сейчас там меньше процентов. Всё. Ребята, вы можете мне сказать конкретно, вот кто? Давайте премьер, вице-премьер, министр. Вы мне можете сказать, как нам хотя бы не до 35% мирового рынка, а реально хотя бы, да, до 3, хотя бы в 3 раза вот увеличить, да? Может мне конкретно, только не болтая там про то, что мы будем там повышать, углублять, совершенствовать. Мне конкретно, можно сказать, не могут сказать. Понимаете, тот же Суперджет, собранный, так сказать, как конструктор Лего из иностранных узлов и привязанный к иностранным корпорациям, чтобы кормить их, это абсолютно тупиковый проект. Поэтому эта попытка, так сказать, выдать, что вот там инновации, развитие и так далее, тупиковый во всех отношениях, в том числе технологической отсталости. Плюс загнанный Боингом не ту размерность, 100 пассажиров, а самые ходовые это 70 и 130, то есть самые ненужные и прочее. Это специально Боинг сделал, и сами производители Суперджета об этом слух сказали, они даже не понимают, что они рассказывают, так сказать, слух, да? Я к чему это говорю? Вот, пожалуйста, предметом кто скажет про авиацию? Вот у нас, вы говорите, там, я ругаю, да? У нас есть авиационные доктрины, у нас есть конкретные проекты по гражданскому строению, по авиатизации, малые совершенно, частные самолеты и так далее. Пожалуйста, я готов рассказывать, показывать, у меня есть люди, которые способны на это, на это, конкретные люди, понимаете, профессионалы. Они не востребованы. Они не востребованы, понимаете? Пожалуйста, вот поэтому, где, а вы про что говорите, господа? Да, про какое вы планирование говорите? Или, скажем, вот мой любимый космодром Восточный, который я пробивал, да, сначала спасал, там был военный свободный космодром Восточный, пробивал. Я и в ужасе не мог подумать, что когда вот пробивали, я в рекогностировочной комиссии был, мы это место отбирали и так далее, всё, я был счастлив, что потом указ президента, что в ноября 2007 года вышел. Да, Восток начинает развиваться. Всё, я думаю, здорово, вот мы прямо здесь начинаем, серьёзнейший космодром, первый национальный космодром России и так далее, но я не мог представить себе, что, да, и сейчас уже город заложили, 16 зданий от 7 до 32 этажей. Супер, но никто не может сказать, спросите любого человека, любого, от самого высокого до самого, так сказать, рабочего, а кто там жить будет? Ничего не планируют. То есть, казалось бы, если мы строим космодром, наукоград, Циолковский, прекрасное имя Путин придумал, но, казалось бы, уже надо уже, что, представляете, что такое, значит, уже люди должны искать по вузам, выискивать талантливых мальчишек, девчонок, которые сами говорят, слушай, мы тебе там коттедж построим, деньжонок потратим туда, работа, за 10 лет станешь профессионалом, мы туда натолкаем америкосов, китайцев, японцев, будешь в международном сообществе суперспециалист, да, поезжай на Дальний Восток, вот космодром Восточный, поднимай российский мировой космос, будешь в шоколаде. Вот по-простому, прошу прощения за такое простое, и так да, так никто с этим не работает, все осваивают средства, строят подсоюз 60-летней давности, якобы союз ММ модернизированный, а это семерка Великого Королёва, на которой Гагарин летал, по сути, строят вот в средней давности космодром и строят город, в котором неизвестно, кто будет жить, хоть гастарбайтеров завозить. То есть, в этом смысле, о каком принят закон, подписал 1 июля Владимир Владимирович Путин, здорово, это здорово, подписал и таким образом утвердил закон о стратегическом планировании Российской Федерации. Это очень важно, хотя бы идеологически хоть подписали, что вообще, ребята, надо стратегически планировать. Но кто будет это делать? Вот те, кто космодром Восточный осваивает деньги, они знают и не привлекают молодёжь, потому что нужно тысячу ребят найти, которые, понимаете, это наши, так сказать, ответы. Это большая программа. Большая программа, но главное, что надо понимать её, надо иметь проекты новых ракетоносителей, новых программ, колонизации Марса и так далее. Ничего нет, ничего нет, пустые, понимаете? То есть, мы построим дома, назовём их город Сиолковский, и это будет город-призрак. Ну, то же самое, как и Сочи. Ну, все уехали, погуляли два месяца там и так далее, и что? Сейчас, говорят, Сочи впервые самый низкий показатель по отдыхающим за 10 лет. Так нет, ну а как по-другому? Может, плюс Крым сейчас появился и так далее, или Крым. Ну, Крым, казалось бы, ну вот такая ситуация, да, весь народ воодушевлён, здорово. Ну, давайте в Крыму сделаем пространство действительно опережающего развития, плюнем на все эти идеологические схемы про рынки, про всё. Да-да-да. И что в итоге мы видим? Что у нас идёт форпостом, так сказать, в Крыму? Игорная зона? Игорная зона. Вместо того, чтобы сказать, вот Королёв здесь начинал дом. Вы представляете просто, да, на коктебель, планерный и так далее, всё это, это вообще, ну, это просто, вот, понимаете, это вот и есть отражение. А чего нам не хватает? Отражение. Или это уже действие той самой… Нет-нет-нет, это просто поймите, ну, поймите, люди, вот, ну, вы просто поймите простой момент, да, ну, вот, как, ну, сначала хорошее, скажем, ну, домохозяйка, которая с пятью ребятишками дома сидит, ребятишки чистые, обутые, поднимаются, замечательно, да, всё. А мы ей сейчас говорим, иди, например, там, строй космодром. Хотя, кстати, я в этом случае уверен, что как раз… У неё это и получится, да. У неё это и получится. А представьте людей, ещё раз повторяю, которые четверть века, понимаете, четверть века, когда твою страну реально разворовывают экономически, болтают про инновации, про инвестиции, про мировые рынки, интеграции в мировое сообщество и так далее, понимаете? Ну, как он может, человек, сделать? То есть в любой сфере, в авиации, в космосе и так далее, всё делают генеральные конструктора, то есть проектировщики и планировщики. То есть, а так как это уничтожено, почти. Это уничтожено, нет, а главное, что эти люди, они бомжи сегодня, потому что реально те, кто могут пилить, договариваться там, всю-всю-всю, болтать, встраиваться и так далее. А эти люди, которые реально производят общественное богатство, понимаете, ведь те люди, которые… Вот Салманов, гениальный Салманов, который наплевал на всё в 62-м, по-моему, году, или 63-м, сейчас могу ошибиться, который бросил своё новосибирское НГДУ, то есть геологоразведочное проект, потому что он верил, что вот там, около Сургута, главное нет. Понимаете, туда пошёл, вот, это замечательный, я даже не знаю, его не азербайджанцем не назовёшь, это русский азербайджанец, это советский русский азербайджанец-человек, выдающийся, гениальный. Всё, он пошёл, и он нас, мы же до сих пор этой нефтью, благодаря Салману, там же говорили, ничего нет. Понимаете, там незначительное месторождение. Человек пошёл, за ним телеграммы там, из КПСС уволить, туда-сюда, да, Королёв великий там, со всей плеядой там наших выдающихся, наши космонавты, которые нам оставили космос, а мы сейчас зарабатываем как извозчики. Это же кто-то придумывал, когда Цандер и Королёв в 31-м году на морозе, голодные, без денег, ходили в этот гир, так сказать, в свой маленький подвальчик там, испытывали, и думали, мечтали о Марсе и прочее. Это же оттуда вся прибыль-то взялась, понимаете? А не из этих умеющих жить пустых. Так, а если сейчас появятся такие люди, то быстренько прибежит какой-то ушный парень. Эти люди, да, да, они ещё не появятся, потому что их же нужно искать, и среди молодёжи прежде всего искать, потому что мы же уже всех наших людей довели, к сожалению, за этот четверть века. Им было 40, они были в рассвете лет, я условно говорю, а сейчас-то им 65, понимаете? И ещё сколько ушло от нас, понимаете, великих людей, гениальных, поэтому это ещё надо молодёжь искать, понимаете, это надо молодёжь, и эту молодёжь надо создавать, отобрав, и надо создавать все выдающиеся условия. Я говорю, давайте делать на космодроме Восточном молодёжную космическую столицу, давайте туда привлекать лучшую молодёжь, давайте делать наши прорывы в космосе. Да никто не слышит, кому это нужно? Осваивают средства. Да нет, дело не в том, что мы скажем по радио, и надо говорить, я согласен, но я пишу, говорю и так далее. Я там записки пишу, отдаю, слава богу, общаюсь со многими достаточно высокопоставленными людьми и так далее. Проблема в том, что это не работает. Ну, человек, который... Что сделать, чтобы это заработало? Ещё раз говорю, Владимир Владимирович, если хочет, чтобы страна осталась, и он остался в стране, он должен резко сменить вот это, как я вчера написал в блоге, назвал это, около Кремля. Помните, около ноля там Сурковская, там всё это, болтовня опять, бла-бла-бла. Да, вот, около Кремля. Вот это около Кремля надо чистить, менять, и там должны появиться инженеры, стратегические планировщики, проектировщики, которые будут не болтать общими словами, а конкретно говорить, какие ракеты куда полетят, какие самолёты будут конкурентоспособные, оружие какое у нас будет конкурентоспособное и так далее. А пока это ни о чём. Дорогие радиослушатели, это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников, сегодня у нас в студии Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Так, ну вот мы поговорили о тех самых горячих, самых ну таких кричащих проблемах, но есть ещё одна, мы поговорили о миграции, мы поговорили о взаимодействии со странами бывшего СССР, вот евразийское сотрудничество тоже, вы этому уделяете достаточно много внимания и много об этом говорите. Как вы думаете, какие перспективы? Ну как, опять мы, если возвращаемся к войне, ведь насильных не нападают, боятся, что действие равно противодействию. Согласен. Вот. Можем ли мы усилиться за счёт вот этого евразийского сотрудничества и как именно? Я с вами полностью согласен, во-первых, что слабых бьют, вот по-простому, если бы. Да. И когда ты ещё эту слабость начинаешь превращать якобы в свою хитрость, особую, так сказать, тонкость и так далее, то после каждой сдачи каждого миллиметра у тебя забирают сантиметр и километр. Вот что мы видим? Все эти, мы вот сейчас туда, вот давайте мы чуть-чуть мир... Давайте мы снизим цены на газ. Давайте снизим чуть цены на газ, и они поймут, и так далее. Какие мы добрые. Значит, все будут, да, и так далее, а ничего этого не будет. Как только видят слабость, сразу возникает дикое искушение дать ещё и отнять, и всё. То есть ничего другого никогда не бывает. Это первый момент. Второй момент. Мы фактически, опять же, вот Путин написал статью замечательную в «Известиях» перед выборами там про Евразийский союз. Вроде какие-то создают структуры, но реально-то никто, по большому счёту, как страна не работает. Потому что, опять же, ну что может быть у евразийской интеграции главным? Это, прежде всего, промышленное развитие, это новая индустриализация. Потому что если не будет сквозных проектов, ведь на чём на самом деле нас откололи от Украины, по большому счёту? На том, что разорвали все кооперативные связи с крупной промышленностью, с реальной, там, где тысячи людей работают, потому что это серьёзнейшие вещи. Ну как, предприятия эти, ВПК? Всё почти разорвали. То есть это отдельные какие-то детали и так далее, всё реально разорвали, но главное, что сам объём этого производства резко упал. То есть в этом смысле, по сути, разрушив промышленность, крупную промышленность, развалили после развала политического СССР, фрагментазировали, так сказать, всё постсоветское пространство. Но и обратно, если мы хотим собирать постсоветское пространство, а я считаю, это категорический императив, просто у нас другого нет выхода, потому что либо нас все бывшие советские республики под влиянием Евросоюза, США и так далее будут выступать, они их будут превращать в плацдарм против нас, либо мы вместе с нашими братскими народами и таджиками, и украинцами и так далее, разными народами, вместе с братскими народами построим мощный Евразийский союз. То есть нет альтернативы, просто надо это успокоиться опять, понять это, но мы же не строим Евразийский союз, ведь тот же таможенный союз, это очень абстрактное, поверхностное такое, верхушечное, так сказать, как говорят, вот будут легче передвигаться товары, а какие товары, вы же ничего не производите, какие вы товары собираетесь передвигать? Если Беларусь там всё-таки молочку, мясо, так сказать, машины базовые, трактора производят, и она использует это, таможенный союз, и молодцы. А вы-то что собираетесь использовать, вы своё производство почти убили. Ведь таможенный союз нужен для того, чтобы то, что ты произвёл вещь, её можно было беспрепятственно передвигать к месту потребления и получать сверхприбыль. Поэтому вот эти все верхушечные образования, которые, я не говорю, что это плохо, но они пока ни о чём. И поэтому евразийское сотрудничество, евразийская интеграция должна строиться на евразийском развитии. Мы сейчас вот опять по поводу того, что критикуем и так далее. Нет, мы вот сейчас запустили стратегическую сетевую программу «Евразийское развитие», и мы хотим, чтобы вот сегодня как раз я сейчас пойду в парламентскую газету, и там будет «Телемост», «Москва», «Душанбы». Мы как раз обсуждаем совместные проекты, проекты совместного развития, как один из элементов такого евразийского, потому что мы опять все, и огромное количество умнейших людей в «Душанбе», и политиков, там депутаты будут, и, значит, создали мы с помощью наших душанбинских друзей Центрально-Азиатский экспертный клуб, такую специальную организацию, где собирается интеллектуальная сила не только Таджикистана, но и Центральной Азии. Опять мы вырабатываем проекты, потому что мы понимаем, что наше сотрудничество не может быть в воздухе. Вы знаете, я вспоминаю, многие ругают Сталина и говорят, Сталина, потом Брежнева, вот мы вкладывали в окраины деньги, там вот столько туда, столько сюда, а я сейчас вот подумала, вкладывали деньги, там строились заводы, но ведь таджики в массовом порядке не ехали сюда, у них была работа. Конечно. Допустим, узбеки, вместо того, чтобы ехать сюда и ремонтировать там какие-то дома, они работали на авиационном заводе в Ташкенте. Конечно. Куча производств была. Конечно, вы правильно, кстати, сказали, ведь действительно, ведь, смотрите, ведь Узбекистан можно критиковать много за что-то, но ведь буквально вот только три года назад уже с болью сердца наши узбекские друзья уже просто закрыли завод авиационный в Ташкенте, закрыли, закрыли, ну потому что, почему? Да потому что с российской стороны никакой кооперации не было, понимаете? То есть мы здесь разваливаем наш авиапром, и реально потихонечку и там всё, ну, бессмысленно оказалось. Но возникает вопрос, если мы интеграции хотим, мы должны начинать с таких проектов. Если таких проектов не будет, не будет база нашей интеграции. Юрий Васильевич, ну есть ли у вас сейчас, я так осторожно скажу, предпосылки для надежды? Я не говорю надежды, а предпосылки для надежды, что что-то изменится. Вы знаете, я по-другому рассуждаю. Я рассуждаю очень просто, что если кто-то в чем-то виноват, это я виноват, неправильно сделал, поэтому я из другого исхожу. Мы это делаем, других путей нет, потому что с одной стороны уже пришла война на постсоветское пространство, она всё была по чуть-чуть, как бы там кусочек, тут кусочек и прочее. То в Киргизии загорится, то там, то здесь. Когда мы уже смотрим вот эти бомбёжки ужасные, да, и всё, всё, надо просто успокоиться. Пришла с одной стороны война, но с другой стороны способ против этой войны, чтобы её остановить, это наше мощнейшее развитие всего постсоветского пространства. И я не знаю, кто там что возражает. Там Клинтонша сказала, что ресоветизация – это задача Путина, и надо ей противостоять. А почему нет, ресоветизация, а что в этом плохого? Не в плане формального восстановления Советского Союза, а в плане восстановления всей этой мощи Советского Союза. А вообще Совет экономической взаимопомощи ведь было… Конечно, опять же, вы абсолютно правы, почему. Вот даже мы сейчас обсуждаем, вот опять болтают, там, доллар прекратить, значит, уйти из расчёта, всё. Но ведь Совет экономической взаимопомощи, он не болтал, а он реально построил систему тех же валют СФ, так сказать, да, и расчётных единиц, клирингового взаимозачёта и так далее. Условно, столько-то банков венгерского горошка или венгерских икарусов на такую-то продукцию там советского и так далее. То есть у нас уникальная была и система просто экономических взаиморасчётов, по сути, особой валюты, развития, которую нам надо восстанавливать. Вы абсолютно правы. И нам сейчас нужно не болтать, например, просто что российский рубль мы всем навяжем. Мы завтра Таджикистану подарим российский рубль. Но это в том числе так тоже уже нельзя, потому что 25 лет люди строят свою государственность. Мы тоже не можем так вот взять и растереть. Они же не виноваты. Кто, Таджикистан развалил, Советский Союз? Нет. Поэтому, вы правильно говорите, поэтому нам нужна вот эта вся методология интеграции, в том числе советская методология, крайне сегодня необходима. А вот чем тогда объяснить? Посмотрите, Молдавия, она жила, я скажу так, что не хуже России, может быть, даже лучше. Грузия, Украина, там вот все республики. А что же сейчас? Грузия радостно, Грузия, Молдавия. Вот вы бы вспомнили социалистическую интеграцию, вы бы вспомнили Совет экономической взаимопомощи, вы бы вспомнили всё, что было. И сказали, о, ведь было хорошее, а что же они сейчас радуются, что мы вступаем в НАТО, и аплодируют, и говорят, скорее, Украина, вступай в НАТО. Ну, давайте вспомним, с чего всё началось. Развал Советского Союза начался 12 июня 1990 года с принятием Декларации о государственном суверенитете и так далее, который принимался в Москве. Москва начала, вот поэтому, как вы обозначили принцип домино, разваливать на самом деле Советский Союз. Никто иной, как наш выдающийся писатель, действительно выдающийся Валентин Григорьевич Распутин, замечательный человек, уж патриот, который даже обсуждать, но ведь это же он буквально вслух, так сказать, кричал о том, что вы от нас хотите отделиться абстрактно, потому что одно дело Прибалтика, а другое дело Таджикистана, совершенно разные ситуации. Он говорит, вы от нас хотите отделиться, а это мы от вас отделимся. Кто создавал, те же Зюганов и так далее, кто создавал всю эту РКП, Российскую Коммунистическую Партию, а почему это у Грузии есть Коммунистическая Партия, а у РСФСР нет Коммунистической Партии, понимаете? Поэтому или, как мне один высокопоставленный человек сегодня, он говорит, я младшим лейтенантом там в 85-м году, я, значит, соответственно, прилетел служить в Таджикистан, в горный аул, и там горному аулу, говорит, идет асфальтированная дорога. Да мне противно стало про все эти страны с этого момента, да, потому что, говорит, в моем сибирском селе не было никакой асфальтированной дороги, не проехать там весной в разлив и так далее. А я приехал, я их стал ненавидеть. Вместо того, чтобы... Я спросил, у тебя появилась сейчас дорога-то? Ой, нет, пока не появилась. Понимаете? Кто? Это же на самом деле, это то, из чего сегодня вырастает вот этот, в кавычках, русский национализм, который есть, главное орудие. Хорошо, что Геннадий Андреевич Зюганов, например, конечно, совсем другой сейчас. Это, понятно, совершенно другая идеология и прочее, да? Но его же использовали в 80-е годы, понимаете? А вот там полосков, вот эти все... Ну, то есть все виноваты. Я про это и говорю. Поэтому была мысль, ведь Ельцин, мы сколько угодно можем его критиковать, но за него же голосовали? Научно-техническая интеллигенция, которая тут же потом оказалась без нее и работы и так далее. Опять, пункт 206 закона о предотвращении агрессии со стороны России, Конгресс США, поддержка российской демократии и организации гражданского общества. Все правильно. Да? Это было и 20 лет назад. Вот поэтому я говорю, ведь, понимаете, надо четко понимать, что мы, конечно, сами прежде всего виноваты, потому что когда огромное количество советского еще населения в РСФСР голосовало за Ельцин, сочувствовало Ельцину и так далее, то всем как казалось, а мы отделимся от этих окраин и заживем, как люди, трубу обнимем нашу, труба-то наша, трубу обнимем углеводородную, дальше мы все сделаем дороги туда-сюда. А никто не понимал, что, как писал великий Александр Александр Зиновьев, он говорит, ну а что такое вот произошло, перестройка? А просто в элитах ряд людей сообразил, а что мы вважаемся с этим народом, что-то там строим, что-то там пятилетки какие-то, вообще время тратим, а наши жены не могут нормально нарядиться, даже уже и денежки появились от цеховиков, а мы не можем нормально выйти, да? Давайте пошлем всех, отделимся от всех этих. А сначала элита стала отделяться, партноменклатура, да, предательская, продажная во главе с Горбачевым. А потом-то нужно было отделять уже, чтобы всем, так сказать, по квартирам расходиться, нужно было отделять РСФСР. Понятно. И вы, я еще раз повторяю, вы что хотите, мы сейчас вот там обсуждаем, вот там Таджикистан, он там все какой-то государство, свою независимость, так он оказался в ситуации, я уж не говорю про беду там гражданской войны, он оказался в ситуации, когда Москва его бросила. Это не при Балтийской, там странно, когда народные фронты, опять же, во многом инициированные тем же КГБ в рамках якобы разыгрывания там политической ситуации, они выходили и требовали отделения. Понимаете? Это, то есть, мы фактически, мы разрушили Советский Союз. И нам нужно с этого начинать, нам самим нужно менять свое полностью мировоззрение, идеологию, иначе будет хуже. Ну вот очень часто, когда мы говорим, опять я возвращаюсь к Украине, когда говорим об Украине, говорим, что народ оказался, ну, по сути, зомбированным, потому что мы когда видим то, что происходит там, просто волосы дыбом поднимаются, ребята, как вы можете такое говорить, как вы можете такие вещи делать? Ну, такое впечатление, что находятся люди под воздействием наркотика, вот какого-то наркотика. Ну, а сейчас к реальной теме, вот нет ли у вас ощущения, что вот эта наркомания, духовная наркомания, она как бы следствие обычной наркомании, кто-то там колется, кто-то пьет, кто-то, я не знаю, что еще там нюхают или что там еще делают. Вот, и такая же наркомания и духовная, и физическая. Ну вот теперь... Вы правы абсолютно, я упрощу просто даже ваш вопрос. Вот как беженцы, это не только наши родные люди, которые оказались в страшной ситуации, но это со стороны, с той стороны, по сути, со стороны Вашингтона, это оружие против нас. Тем более это наркотики. Я просто знаю хорошо эту проблематику и внимательно изучаю. Вот по героину, например, по афганскому, да, 97-98 год, мощнейшая волна накачки, то есть когда его раздавали бесплатно. 97-98. Да, и вторая волна, 2003-2004. Я просто изучал это все, смотрел, то есть года разговора, то, что вот там люди хотят, вот поэтому они ищут наркотик, да сначала людей приучают. Сначала приучают, то есть всегда предложение формирует спрос. Теперь, значит, 2006-й первая волна, сейчас 2012-й по спайсам. То есть это как бы более легкие, незаметные, маскирующиеся, потому что их очень сложно идентифицировать как именно наркотик и так далее. Пока там дойдут все процедуры и прочее, их уже продадут в огромном количестве. Это уже на подростков вообще. Поэтому ситуация очень простая. С одной стороны, тебе, по сути, эти нынешние гитлеровцы и нацисты гонят беженцев. С другой стороны, они по промышленным центрам травят твою молодежь здесь героинчиком, здесь спайсами и так далее. То есть это хорошо организованно, еще раз повторяю, хорошо организованно и абсолютно целенаправленно, прежде всего против подростков и молодежи, выжигание нашего будущего. Поэтому это я не кликушу, не пугаюсь, алармиизм. Я просто, еще раз повторяю, я готов подробно, часами показывать это по датам, по маршрутам, по конкретным организаторам и так далее, тому подобное. Поэтому надо это понять. Желательно, чтобы прекрасная, богатая Россия, которую Кожанов Вадим Валерьянович, как говорит, Россия как чудо, он, так сказать, сформулировал чудо, и как Тютчев его любимый говорит, в России только верит, Россия лучше, чтобы стала мертвым, пустым пространством. Свободным от людей. Конечно, но зачем, как говорится, лишние рты, чем меньше народу, тем больше кислороду, нефти, газа, редких металлов, зерна и так далее. Да неважно, ну просто, в конце концов, пространство, где можно по суше что-то передвигать и так далее. А если учесть, что климат меняется, у Соединенных Штатов возникают серьезные проблемы. Согласен, но это даже все мелочь. То есть я согласен с вами, но это все мелочь. То есть суть не в этом. Суть в том, что люди мешают. Потому что много планов, как это все эксплуатировать. Ну, все, Юрий Васильевич, это понятно. Вот когда мы говорим, вот кто-то, этот кто-то сидит там, но это же не просто какой-нибудь Махмуд, в подвале, сидит и крутит эти самые, там, в спичечную коробку, закладывает наркотики. Конечно. Это целенаправленно, это большой, это большой бизнес. Конечно. Это не только, нет, это не только бизнес, хотя там он очень, вы правы, абсолютно, это сумасшедшие, колоссальные финпотоки. Но это определенное, тут очень важно, как бы не тоже, как это ни странно звучит, не опошлять. Если хотите, это даже сатанизм. Но это сатанизм. То есть, это как по-религиозному, это даже духовно. А мы-то находимся в состоянии никто и никак. То есть, понимаете, проблема... То есть, мы не можем противодействовать серьезно? Я еще раз повторяю, ну, вот трагедия Украины, да? Ну, вы представьте, вот я в Киеве, например, сижу и вот слушаю Москву. Они говорят, вы в Европу не ходите, да? И тут же с утра до вечера звонится там и прочее, шушера вся эта... Она с утра до вечера говорит, нам надо, наконец, возвращаться в семью цивилизованных народов, нам надо интегрироваться в Запад. Да, это официальная формула высших наших руководителей, которые они используют, по крайней мере, 10 лет назад использовали в своих речах. Я уж не говорю про 90-е годы. То есть, понимаете, в Киеве человек смотрит и говорит, ничего не понимает. Нам говорят, в Европу не идите, а сами они все стремятся в Европу. Вот суть проблем это не в этом сатанизме, в конце концов. То есть, это разрыв такой между... Конечно, проблема в том, что мы пока безблагодатные, у нас нет жесткого мировоззренческого ядра, мы не понимаем Россию как чудо, мы не понимаем, что мы уникальная, так сказать, нам дана Россия великая, а мы ее проигрываем с утра до вечера. Или уже прыгаем, уже летим в пропасть. Летим 25 лет. 25 лет. Но есть возможность, что вот какой-то парашют вдруг раскрывается, и мы все-таки... У нас есть возможность хотя бы осмотреться и принять. Знаете, мне нравится больше всего... Вот нравится в таком, в прямом смысле, простая формула. Антихрист внутри нас. В том смысле, давайте сначала с своими всеми тараканами, так мягко выражаясь, да, всеми. Я ей говорю, прежде всего, нам самим нужна мощнейшая идеология развития, и нам нужно Россию воспринимать как драгоценное богатство, данное нам Господом Богом, историей, нашими отцами, дедушками, бабушками и так далее. Мы находимся в чудесном пространстве, мы страшно богатые люди, понимаете? То есть по наследнику, как мы наследники, да? И мы это все растериваем на глазах с утра до вечера из-за нашей невнятности, неадекватности, желания куда-то пробраться в Европу, там зажить по-человечески. Это вот наше, для этого Ельцина выбирали и так далее. Мы выбирали, а мы беру в обобщенном, понимаете? Чего бы мы, кто ни говорил, кто бы себя никак не показывал ломным и так далее. И я виноват. То есть, но давайте сейчас мы понимать должны, что без нашего внутреннего мировоззренческого самоочищения, без новой идеологии развития и восстановления большой новой страны на постсоветском пространстве, без мощнейшего промышленного прорыва восстановления... Откуда он возьмется, Юрий Васильевич? Он возьмется из проектов? Есть люди, есть проекты, все есть. Давайте работать на это. Значит, нужно, чтобы власть услышала, и не только услышала, но и приняла меры, сказала, все, ребята, хватит, наигрались. Уже все гораздо страшнее. Уже и власть слышит, не услышит. Нам самим нужно принимать решения по всем пунктам. Либо мы спасем себя и страну, понимаете? Либо все это уже кто-то услышит, не услышит. Это уже все прошедшее время, все уже это надо было делать давно, а сейчас же вопрос от каждого из нас зависит. Ну что, Юрий Васильевич, если от каждого из нас, то хочется пожелать вам, каждому из наших слушателей, всем нашим родным, знакомым, близким, чтобы мы действительно очистились. Но ведь этот процесс-то непростой. Себя сбросить вот так вот кожурой – это не так просто. То, что наросло годами. Ну, будем надеяться, что достанет у нас ума, достанет у нас решительности, и мы это сделаем. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии работал Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Вела передачу я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»